Боже, даже страшно брать, как бы не разбить. Узкие иконы. Вот это да. Не слабо выпить на 50-летие. Машалек, обычно люди проверяют, нет ли там денег, но я не буду рыться в этом. И порываюсь тут же. За 20 крон или 80 рублей стал мой. А это, кстати, очень интересные таблички. Такие страшные штуки продаются. Кому такое надо? Ужас. 18 февраля. Прага. Выходной день. И я иду на барахолку. Народу тьма. Сегодня тепло, 7 градусов. Видимо, все решили отправиться на прогулку по барахолке. Даже парковка вся забита. Поэтому машины не впускают. Только по одной, когда одна выезжает, другую впускают. Поэтому на улице столкотворение из машин. Ну, привет. Какие-то старинные бусы. Картины современные и не очень. Ммм, какие весы интересные. Аптекарские, точные. Куча игрушек. А вот какие интересные старинные ножницы. Вот эта картина уже продана. Симпатичная. Горы. Акварелька с оленями. Симпатичная акварель. Картиночка. Какая-то карта старинная. Взять, что ли? Можно сделать дома симпатичные постеры. На плетинг. Возьмите, в каком-то. Возьму по столько, можно сделать дома. Может быть. В какой-то уже в ображе. В каком-то уже в ображе. В, где там, по лесу, подбрасывайся. Вот это ваша, да? Вот это я провязываю кукурс И вот это кукурс И вот это кукурс Какая ступочка Но я не пью алкоголь Она мне не пьет Ну стаканы какие тонкие Вообще невесомые Симпатичные Это тоже чешская фирма Уже сильно потертая К сожалению Теплицы Чешский курортный город Там есть минеральная водичка И очень хорошие массажисты Кружка почти целая Они кстати новые стоят Не дешево Ну какой смешной Котик Колокольчик В общем как то так Много всякого парахла Ну какой супница Ну какой супница Ну да Вот из таких паильников Карловых варах Пьют горячую минеральную воду Вот Что-то знакомое я нашла Как вы думаете что это? Правильно Сделано в Советском Союзе Это я заберу Это я заберу Вот и крышечка к ней нашлась Только наверное нет Вставки Сейчас я ее поищу Может быть Может быть и вставка где-то есть О, еще одна И крышечка нашлась Еще одна Какой прекрасный Дельфин Но к сожалению не целый Такая есть штуковина для специй Написано коренья Но мне не нравится Вот это люстровое покрытие Я не любитель Такая-то Подставка для Яичка Тоже симпатичная Рисунок Очень интересный Такой нежный Какие большие блюда Это фабрика Это фабрика Тон В общем их тут много А мне это не надо А это милая вязочка С таким народным На пивом Тут есть и кофейник Или кувшин Кувшин Старенький Потрескавшийся уже Вот это очень старенькая чашечка Такие чашки В Чехии собирают Проекционеры Но я не собираю Ух ты Ручная роспись Ого Ну Смотрите какой красивый рисунок Лесные фиалки Лесные фиалки Но к сожалению это только крышка Забрать что ли Больно хороша Но уже отбитая Кахла Германия Хорошенькие бульонницы Тут видимо целый А нет Это Уже чехословацкая Там вон ваза какая-то притаилась А нет Уже чехословацкая Ну Как же жалко Что нет чашки Или чего-то такого От этой крышки Смотрите какая красивая Здесь керамика Крышка от той большой супницы Тарелки Чашки Чехословакия Вот К той супнице Соусник Куча стекла Такие вот граняные бокалы Или как они называются Тут тоже стекло Блюдо какое интересное Как бы тут ничего не разбить Смотрите какая красота Но Оно сильно Поцарапано А так вообще очка Красивая Я ничего не разбила Только погремела И вот какие милые Розеточки Мне тоже это не надо В общем здесь все А вот здесь люди покупают вещи Перебирать надо Рыться Куртки видите сколько тут джинсов Всякая Разная Одежда Бокальчики какие-либо Когда-то была вожделенная мечта Целый сервиз в чехословатске В таком рисунок в стиле арт-деко Целый сервиз чехословатский в таком рисунок в стиле арт-деко Розовый фарфор Я уже в одном из своих видео про него рассказывала В чехословакии придумали Другой способ окрашивания фарфора Окрашивают сразу фарфоровую массу А не покрывают глазурью За счет этого изделия Долго не теряют свой Старенькая вазочка Ройл Дукс Это знаменитая чешская фарфоровая фабрика Вот тоже какой симпатичный сервиз Очень красивый Но фабрика Виркинхаммер Она уже к сожалению не существует Я где-то в интернете читала Что продукция этой фабрики Украшала собой рестораны Знаменитого корабля Титаник Завод Тун Какая милая Узкие иконы Старенькая наверное Но я в этом слабо разбираюсь Самоварчик Базочки Ого Вот это да Не слабо выпить на 50-летие Из такого бокала Я бы хотела купить какие-то картины Но я ищу с растительными мотивами Мне очень нравятся цветы Это целая серия чешских художников Ну не знаю Ну не знаю Это я понимаю это какие-то старенькие часики Их в Чехии иногда называют ептишки Ептишки по-чешски это монашки Возможно они носили такие часы Не знаю Вот старенькая Куколка Очень-очень старенькая Тело у нее Из ткани А голову Наверное Такая была Тоже иногда Тебе зеленые Голову наверное попьем уши А если пайдем из твоих пол Шкатулка Из зеленого Его называют Чехии Малахитовое стекло Ой Кто-то собирал бутылочки маленькие Целую коллекцию вывезли Кто-то собирал Кому-то Уже не нужно И все оказалось На блошином рынке На этих столах Уже до меня Побывала куча людей И уже ничего не осталось Есть только замечательные Ножницы Старые Но я уже такие купила себе Они кстати до сих пор острые То есть их не надо не точить Ничего Они прекрасно режут ткань Кошелек Кошелек Обычно люди проверяют Нет ли там денег Но я не буду Рыться в этом И порылась тут же Тоже какой-то старинный кошелечек Не знаю что это такое Ага Это Дивиди Какая-то вазочка Милый котик Мне вот такие нравятся Фигурки Маленькие И целенькие же Пойду я спрошу Сколько они стоят Какая-то у меня страсти К маленьким фигуркам Не могу пройти мимо Мне интересно В общем Пойду спрошу А вот котик За 20 крон Или 80 рублей Стал мой А это кстати Очень интересные таблички Это номер дома Это район в Праге И это номер района в Праге Прага 14 Историческое название Мифли 746 Это номер дома Его на кадастровом списке А вот это Это уже номер дома Как мы привыкли на синем фоне То есть там улица такая-то Дом номер такой-то Спила сейчас Порву перчатки И Часто люди путаются И спрашивают Почему У вас На В городе На домах Два номера Один на синем фоне Другой на красном Вот если приедете в Прагу Знайте что вам надо Смотреть на Номер дома На синем фоне Какие-то куколки Спряталась куколка За зонтиком Старенькая Но Новенькая Два друга В общем В этих коробках надо рыться Люди ищут Сокровища И Говорят реально находят Но Я в этом ничего не понимаю Ни в открытках Ни в журналах Иногда я просто покупаю Вот как сегодня купила Какие-то постеры Ну просто потому что мне нравятся И я могу их как-то использовать А в плане Денежных вложений Это я не разбираюсь Вот этот конверт Тут написано что По-чешски Вечная слава памяти Сталина Освободителя народа Чехословакии Великого приятеля и учителя Чехословацкого рабочего народа Какие красивые фотографии Но здесь все стоит Не дешево У этого продавца Я как-то пыталась у него купить книжки На русском языке Я так обрадовалась Он говорит У меня есть Я думаю Ну все Сейчас вот Я куплю Кому они нужны Да? Отдаст мне Подешевле А там у него была фантастика Выпущенная В СССР Ну серия Научной фантастики Но когда он назвал цену Я так Прям расстроилась Ну вот то что Мне бы хотелось Конечно купить Очень милые Прям просится Забрать с собой Украсить с собой кухню Сейчас спрошу сколько это стоит Может быть что-то Возьму Может быть Наушники Прям шум Прямленabetes Уважаем Уважаем kulей Вах Какие-то старинные немецкие книги, похоже, это какая-то энциклопедия. Тонкий ход, на французском языке. Солоночка. Какой симпатичный стакан. Очень красивый. Я тут увидела все знакомые рисунки. Хочу посмотреть, что это. Я не знаю, что за фабрика. Но видно, что это очень-очень старенькое. Сейчас узнаем, за сколько это готово отдать. Естественно, блюдец нет. Ну чешки-то прикольные. Они, конечно, уже... А, это просто грязь. Раз, два. Три. Целая. Это Китай. Два рубля. Интересно, это одна чашка стоит была два рубля? Или весь набор стоил два рубля? Напишите, если кто-то знает. Первый сорт. Ну что же за фабрика такая? Таинственная. Первый раз вижу такое клеймо. Ух ты, а это что такое? А, это сувенир. Так, сейчас буду узнавать, сколько это стоит. А, кстати, тут есть вот... Игулки к шприцам, которые стерилизовались. Прикольно. В общем, я их забрала за 50 крон. Или 150... Нет, подождите, сколько 150? За 200 рублей. Мне как-то посчастливилось на Блошином рынке купить набор... Целый набор сервейц Ленинградского фарфорового завода с пакушками. За 150 крон. Но это было очень-очень давно. Можем сказать, что это уже была неправда. Таких цен, конечно, уже нет. Какие-то духи Кулинского, да. В общем, тут уже больше нечего ловить. Ух ты! А это, похоже, хрусталь. Ага, это вот от этой штуковины. Какая красивая. И целенькая. Это что такое? Ну, это икона. Я не знаю, что там написано, я не вижу. Ну, в общем, всё. Вот тут перчаточки. Новенькие. Никто их не носил. На какую-то ручку. Ну, кстати, нормальные. Наверное, седьмой размер. Или шестой. Шесть с половиной. Непонятно, какой размер не написано. Чехослова такие. Ой, посмотрите, какие красивые. Какая прелесть. Что с нами произошло? Что мы стали носить такие страшные вещи. И перестали носить такие изящные. Тут веер есть. Кому надо веер? Расшитый. Настоящий, наверное. Рабочий. Рабочая модель. Белые. Красота. А здесь, например, всё по пять крон. Вот, например, такая бульонница. Она, к сожалению, уже потрескавшаяся. Интересно, жемчуг или не жемчуг? Надо их потереть друг от друга. Но они легкие. Очень легкие. Не буду тереть. Ни жемчуг. Смотрим, что это такое за чудо. Не могу прочитать. Но видно, что она старенькая. Она легкая. Это не фарфор. Это, скорее всего, керамика. Вон мобка. Чашечка. Она, кстати, целенькая. Сейчас мы спросим, сколько она стоит. Вот, смотрите, какая ему липусенькая. Боже, что мой. Игрушечная. Игрушечная. И вот, посмотрите, какая красивая чашка. Ну, я не знаю, чьё это клеймо. Но это обычная роспись. В таком, правда, сельском стиле. Симпатичная ведь. Сейчас узнаем, сколько стоит. Где-то я такое видела. Что-то оно стоит. Ну, не знаю, что. А это, кстати, карты такие интересные. В них здесь играют. Прикольные. Тут просто полно всякого барахла. Вместо которого мы, конечно, наверное, вообще на свалке. Ну, кто-то что-то находит для себя. Полезное, интересное. Что-то тут нужно вырыть себе. Даже страшно представить, что. Навсегда закрадывается мысль, что именно в таком месте, где-то вот под ворохом этого барахла, лежит настоящее сокровище. Очень много интересных книг, альбомов на разных языках. И на чешском, и на немецком, и на английском. Книг очень много. Такие страшные штуки продаются. Кому такое надо? Ужас. Видите, кто-то свечечку сделал. Из очень даже симпатичной чашки. Вот можно купить саблю. Настоящую. Кто не мечтал о таких часах. Маяк сделан в СССР. Антвербан. Симпатичные вещи. Боже, даже страшно брать, как бы не разбить. Какая ручная розпись. Резонталь. Резонталь. Попросим вас, а коль кто стоит? Там нет ценов. Он коллега правил, а я сейчас не знаю цену. Он за хвиличку придет. Ага. Ну так... Ясно. Сегодня мне не везет. Не могут мне сразу цены сказать. А потом приходят хозяина и называют дороже. Резонталь. Смотрите, какая красота. Резонталь. Боже. Вот какое-то произведение искусства. Вот мне кажется, что это крышка не от него. Не может же быть одной. Правильно. Это не крышка. То есть эта штука без крышки. Она должна быть без крышки? Или крышка утеряна? Ну вот это мне очень нравится. Просто красота. И это, наверное, все-таки набор. И он целый. А, нет, не целый. Есть склеенная часть. Хорошо, что я разглядела. А вот как вам спящий Амурчик? И вот эти вот дети, они прекрасные. А я не могу туда дотянуться. Потому что у меня на руке висит сумка. Сейчас попробую посмотреть. Не разбить то, что уже купила. Судя по росписи личико, это не очень. Вещи интересные. Что тут еще есть? Тут есть такая прекрасная дама. Я жду продавца, который придет и скажет мне, сколько стоит та шкатулка на ножках. Сделана в Чехословакии и стоит 4000 крон. Но если в рублях, то 16000 рублей. И вот какой собак. Это, наверное, Royal Dux. Это точно Чехословакия. Это какая-то уже богато. Золото богато. В общем, не могу дождаться продавца, который скажет мне, сколько стоит вот эта вот красавица. Ну, как же жалко, что у нее отбито. Еще так плохо склеили. Все видно. Я пока жду узнать цену. Нашла еще здесь такую симпатичную девочку с зайчиком и яичком. Скоро же Пасха. Стоит 2500 крон. Так, а это? Сейчас буду все смотреть. Пока жду. Это Чехословакия. Уже сильно потерто. И это Деколь. Вот это мне нравится. Прикольное. Я очень люблю фиалки. Ой, они у тебя на глазки. Ну, может быть, это и фиалки. Хорошо, что я не сказала, что это маргаритки, да? И вот еще какой симпатичный пацанчик с голубем. Цены нет. Ну, это какой-то... Да. Какой-то не очень. Продавца нет и, наверное, я уже ждать не буду. Конечно, хотелось бы узнать. Но мне сказали, что вот это стоит около 1000 крон. Хотя это, как бы, оно не подходит одно к другому, в принципе. Но это мне очень нравится. Я бы, конечно, ее забрала с собой. Да. 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 Ну, я понимаю, но там такая шватная обрава. Если бы не было разбитой, я бы стоил 2000 крон. Ну, в общем, пришел продавец и хочет за эту штуку 500 крон. Ну, очень грубая. Очень грубый ремонт. Сейчас я еще узнаю, сколько стоит вот эта вот блиночка. А-а-а. А еще коли кто стоит? Такие 500? Угу. Ну, в общем, вот эта стоит 500 крон. И вот эта стоит 500 крон. Ну, ладно, я пойду дальше. А тут еще куколки продаются. Вот эта старенькая Чехословакия. Старая Чехословакия. Книга об антиквариате. Ну, вот. А тут уже продаются двойки, тройки. Вот эта очень красивая. Лихта. Очень красивая. Тоже лифта. И вот эта мне нравится с таким. Оно 70-е годы. Летние. У меня есть посуда этой фабрики. Ну, мы ей пользуемся просто каждый день. Вот эта прелесть какая-то. Сделанная в ГДР. У меня тоже есть такая посуда, но с другим рисунком. Все же придавцы собираются. Рынок закрывается. Вот это, кстати, тоже коллекционируют. Железные дороги. Вот эти вагончики. Это все предмет коллекционирования. Вот эти часы стоят 1000 крон. Но их же надо еще отремонтировать. А вот тут какие-то куколки я вижу. Давайте посмотрим, что тут есть. Есть что-то старенькое. Глаза какие страшные. О, какой малыш. Малыш. Ой, тут посмотрите. Это же кто-то играл. Какие тут маленькие фигурки. Вообще удивительные. Даже не знаю, сколько это может стоить или что-то. Эээ, крошечные. Это мышь. Кстати, это фарфоровая фигурка. Милый гномик. Сейчас я спрошу, сколько он стоит. Какой ты тут видишь. А вот еще один. Ну, хорошенький же. В общем, заберу. А так выглядят задворки рынка. То есть это уже в конце я сейчас нахожусь. На этом моя прогулка. Поиск сокровищ. Поиск барахла. Трата денег. Кто из вас как назовет это. Если видео вам было интересно, что-то вас заинтересовало, особенно пишите в комментариях. Я читаю все ваши комментарии. Мне очень ценно то, что вы пишете, что это получает отклик. Ставьте лайки, если вам понравилось. Ну, или дизлайки, если вам пражский башенный рынок не понравился. У каждого свое мнение и свое видение. Чао. Желаю вам всего самого наилучшего. Вам, вашим близким. И до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok